Доброе утро! Утро чудесное! Температура 25-24 градусов. Если ветер, то уже не жарко. С интернетом мы закончили. Проверяю скорость по несколько раз в день. В принципе радует. Да, бывают иногда затыки секунд на 10, на 15. Скорости нету меньше мегабита, но потом ба-бах, опять 30. В среднем 25 где-то есть на download, а на upload где-то десятка точно есть. Бывает чуть-чуть меньше, иногда 7, до 6 даже бывает. Но оно кратковременно. А так в большинстве даже 15. Вот так. Можете посмотреть спид-тест картинка. Будем наблюдать, как оно в процессе будет работать. Потому что спутниковый и падал только где-то облака там собираются более плотные. Сразу скорость падает, падает. А если уже такие темные, то вообще практически пропадает. Ну вот такое. Ну и здесь такое не должно быть. Потому что это же не на спутник. А тут километров 20, наверное, до базовой станции. Кстати, я еще не уточнил, какая базовая станция и где она расположена. Потому что по карте на лайфе, где они показывают, что сюда пробивает, то это по вот этому азимуту примерно. А в нас он направлен вот туда. Не совпадает. А на карте у них нету. Либо еще не внесли этих станций. Но мы направляли сюда. Есть уровень. Ну, вы видите, впереди гора и лес растет. Похоже, через верхушки деревьев уровень не тот. И поэтому вот туда направили. Прием и 50 бывает мегабит в секунду. Вот так. Ну, он не держится долго. Вначале 50, потом где-то 40, 35. 30 держится довольно часто. Но под вечер, когда большая загрузка, то, естественно, скорость падает. Я вчера вечером час пик просматривал. Значит, на прием было где-то 9. Вот так. У нас по спутнику. То же самое падало вообще до 2. Но аплод работает. То есть на выгрузку скорость падает на прием. Люди смотрят в основном. Они отправляют. А скорость там держится более десятка. Так что пока очень доволен. Будем посмотреть все это дело. Проконтролируем. И я, кстати, приостановил уже услугу спутникового интернета. Чтобы не платить обонплату уже в следующем месяце, это 1000 гривен. 980 вроде. Ну, что-то такое. Какая разница. 1000 гривен. Чтобы ее не платить, я приостановил. И тогда как бы не начисляется обонплата. Посмотрим еще. Я пока приостановил до конца следующего месяца. До 31 числа. Есть один непонятный момент для меня. Если я потом возобновлю, чтобы продолжить продление выключения. Вот так. Короче, я наградил. То, возможно, мне в этот момент сразу и щелкнет обонплата 1000 гривен. Приостановить до конца года сразу я как бы не рискнул. Хотя там есть возобновить. То есть в любой момент я могу кликнуть и возобновить услугу. Просто я не рискнул приостановить до конца года. А как они посмотрят на то, что оборудование то арендованное. Хотя при приостановленной услуге они все равно берут 40 гривен в месяц. Но это, возможно, аренда. Ну, как бы маловато для аренды. Оборудование то, я смотрел его цены, чтобы его купить. Довольно дорогое. Ну, посмотрим. Короче. Время покажет. Если интернет от лайфа нормально себя зарекомендует. А он пока уже 3 дня. Вроде 3 сегодня. Вот. Вроде показал неплохо. Доволен полностью. Вот сейчас загрузил влог. Обычно такой длительности. Занимает у меня больше часа. Ну, где-то часа полтора. Короче. 15 минут. Полтора часа. Вот так было. Вот так было. В среднем. Ну, час 20 где-то. Ну, тоже роли не играет. Здесь я уже грузил один влог. Влог был больше 10 минут. А грузился он где-то 9 минут. Всего лишь на всего. Сейчас влог тоже самое. Ну, чуть больше. Где-то 14 минут. Хотя это показало сразу такую скорость. А потом смотрим уже 9 минут. Ну, то есть 12 минут влога. Где-то за 9, за 10 минут. Так уже загрузил. И все. Я просто вышел перекурить. А у меня он уже загружен. А тогда надо было ждать больше часа. Ну, довольно круто. И пинг отличный. Сейчас лазишь по интернету. Кликаешь. И ответ приходит. Буквально реакция моментально. А тогда же было. Кликнешь. Мы уже привыкли к этому. И ждешь где-то 2 секунды. Потом у тебя поменялась картинка. Да, дальше загрузка шла. И на YouTube видео смотрели. И одновременно несколько. И я там, и Вита, и еще кто приезжал. Все в принципе нормально. Но реакция на ваши действия. То, что вы кликнули. Надо ждать было секунды 2. А тут кликнул. И тебе хлоп. Сразу начинается загрузка страницы. Вот это очень сильно радует. Тогда поначалу очень сильно вот это напрягало. Но привыкли к такому пингу. А сейчас просто супер. А сейчас мы наконец-то добрались до нашего сарая. Я уже вчера вот тут разгреб. Вы же в прошлых влогах тоже видели. Какой здесь был бардак. И что тут творилось. Ну, сейчас бардака не меньше стало. Но зато вот тут еще гора стояла. Вот тут. Видите? Я его сюда уже поставил. Но опять же временно. Все это дело растасуется. Сначала надо поубирать лишний мусор. И уже посвободнее стало. Вот сколько у нас тут картона от разных упаковок. Хранить его то здесь негде. Можно сказать. Придется его вынести на улицу. Ну, это для распалки. И того же мангала, костра. Там и нашего камина. Наверное, спалим его. Хранить негде. Под дождем намокнет. Вот такое. Сейчас мне предстоит. Габаритные вещи убрал. С генератором еще. Наверное, я сейчас уберусь. Здесь немножко. Вот. Ну, это будет не окончательная. А черновая уборка. И с генератором уже. Закончим вот здесь. И потом я начну, наверное, делать для него там будку. От ямы внизу я отказался. Потому что, если продумать довольно досконально, там есть не очень хорошие нюансы, с которыми бороться и морочить голову. С заливом, с дождями. Грунтовые воды туда будут и так далее. Дренаж надо делать. Ну, короче. Вентиляция, само собой. Потому что ему и вентиляция надо, а не только выхлоп. Он не перегреваться будет. Поэтому проще сделать будку. Засараем. Звук не так сильно идет. И плюс я сделаю хорошую звукоизоляцию. Поставлю минеральную вату. Десятка толщины. По периметру. Вот. И звук не будет нам мешать особо. Ну, и будет нормально. Он отсюда уйдет. И тут летом жара. И плюс он сам еще греет же здесь. Вот. И нагревает еще сильнее. А там будет более-менее нормально. И место дополнительное появится. Продолжаем разгребаться. Покажу уже в конце дня, наверное, когда тут уже чуть очищу вот эту поверхность. Смотрите нас. Я тут занимаюсь разборкой. Видите, уже поразгребал. Что-то еще куча всего. Вот. Повыносил. Перебирается здесь все. Что на мусор. Что может оставить. А Вита тут пошла на огород собирать урожай. И вот. И вот что. Я с моим урожаем. С добычей. Вот. Вот какая это. Я такое еще не видел. Мы на рынке покупали, но поменьше. Мы маленькую покупали. Да. А у нас вот такое выросло. Есть там поменьше. Ее немного, но есть. Это первый год, когда я сажаю цветную капусту. Класс. Удачно. Я так думаю. Удачно? Еще бы. Я очень люблю цветную капусту. Мы когда и в Черкассах жили на квартире, в Киеве и так далее. Мы на рынке покупали. Либо в магазине Вита готовила в кляре. Вот. Да. Вот оттенная вещь. Просто не ожидала. Честно говоря. Ну так посадила. Вдруг будет. А оказывается он есть. Так что огурцы чуть что-то там не то. Но капуста удалась. Да. Так что будем кушать? Ну да. Класс. Обязательно. Все. Вот так. Ну вот Вита сейчас и приготовит капусту. Она уже там что-то сделала. Расскажи. Ну что. Как обычно отвариваем капусту слегка. Здесь главное не переварить. Она меняет. Вот кочерыжечку становится. Такая немножко зеленоватая. Кипящую воду подсоленную. И буквально минуты наверное 2-3. Все. Всего лишь? Ну да. Ее нельзя переварить. А после того как вода закипела. Да. Воду сливаем. Делаем кляр. Я кляр делаю яйца, мука. Вот такая густота. Видите она. Не очень густая. Вот как жидкая сметана. Но я еще добавляю немного майонеза туда. Он помягчится. Это соль, немного перца и хмели-сунели. Возможно кто-то по-другому делает. Но я выбрала такой рецепт. Мне нравится. А еще по желанию можно выдавить немного чеснока туда. Кстати я так и сделаю. Я чеснок очень люблю. Забыла о чесноке. Сейчас. Уже годами сложился 6 рецепт. Я пробовала так и так. Ну вот нашла оптимальный для нас. Некоторые делают там кляр на минеральной воде. На пиве. Но я не пробовала. Не знаю. Не буду говорить как получается. А так делала. Если делаем омлет цветной капустой. Капусту немного привариваем. О, так красота. Как раз в самый раз. Заболталась. Ну в самый раз. Не подгорела. Заболталась. Я люблю такую корочку. Но это же не омлет. Это не омлет. Это классическая цветная капуста в кляре. Крышечкой накрыли. Идем. Ну вот и. Капуста готова. Класс. Вкусная. Красиво. Давай бегом кушать. То, что я говорила, что мелкое соцветье. Я просто вот так оставляю и запекаю. Немножко в этот раз я жиже сделала кляр. Все отлично. Супер. Так что. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. И особенно нам. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.